Добрый день, уважаемые друзья! К нам сегодня в студию Московского Педагогического Государственного Университета пришел вновь желанный гость. Это Николай Янович Азаров, премьер-министр Украины. Человек очень интересной судьбы, человек, который вызывает такой живой интерес у многих людей и на Украине, и в России. Я очень благодарен вам, Николай Янович, что вы согласились опять прийти к нам в студию при вашем графике, при вашей занятости. Это дорогого стоит. Мы вот сегодня решили поговорить с Николаем Яновичем о его работе на Украине. Вот если кто смотрел нашу предыдущую программу, то мы как раз ее закончили на том, что в 1984 году тогдашний министр угольной промышленности СССР Братченко Борис Юрьевич, он посоветовал вам по-дружески заменить место работы и место жительства. И вы, урожденный калужанин, человек, который проработал здесь недалеко от Москвы значительную часть своей жизни, вдруг неожиданно уезжаете на Украину, в Украинскую СССР, в сердце индустриального Донбасса, в город Донецк, вы изглавляете там институт. Ну, давайте начнем с этого. И потом, вот если можно, мы сегодняшнюю нашу передачу вообще посвятим вот вашей жизни на Донбассе, работе, людям Донбасса, вот с 1984 по 1991 год, то есть до крушения Советского Союза. Спасибо за приглашение. Я вот сейчас вспоминаю, сравниваю с сегодняшнее время, с тем временем, да. Ведь тогда для нас не было абсолютно никакой разницы. Если тебя направляли в Украину, ты поехал в Украину. Мне могли бы с равным успехом доправить, например, в Карагадду. И, так сказать, тоже бы никаких вопросов не было. Но вместе с тем, я не очень хотел, если уж честно, признаться, ехать, потому что я заканчивал работу над докторской иссертации. И представлялся, что переезд и абсолютно новый профиль работы очень серьезно затормозят работу над докторской. А это был все-таки новый профиль, да? Это был новый профиль, потому что я специализировался в так называемой горной геофизике, вот. А мне предстояло руководить научными подразделениями, которые занимались горной геодинамикой, вот, там, с движением горных пород, ну и так далее. Там много было сложных проблем. Они, с одной стороны, были интересны, но, с другой стороны, отвлекали от основной темы докторской диссертации. Мне посоветовали в министерстве, что вот ты поезжай, посмотри, если тебе Донецк уже здорово не понравится, ну, тогда вернешься, там, расскажешь. Но я, откровенно говоря, не привык, вот, если мне говорят, что надо, да, чтобы там что-то там выдумывать. Но, выйдя на платформу, первое, что я ощутил, это такой вот тяжеловатый очень воздух, вот, такой вот гаре. И спрашиваю людей, которые меня встречали, а что это у вас? Ну, вот они меня тогда слукавили. Говорят, да, это, может быть, где-то вот там, значит, урна какая-то задымилась. Только потом, и, конечно, когда детально уже в ДИК, оказалось, что Донбасс, ну, там такое средоточие было металлургических, горно-химических предприятий различных, коксовых предприятий, что там экология, конечно, была, да и сейчас, к сожалению, остается, хотя она немножко стала лучше за счет того, что просто многие предприятия закрылись и не работают. К этому надо добавить громадное количество терриконов, и только в самом Донецке было около 30 работающих шахт с терриконами. Терриконы дымили, вот, и так далее. А терриконы — это отвалы вот эти угольные, да? Терриконы — это, да, это отвалы породы, но с породой вместе был же и уголь, тут никуда не денешься. И вот именно он, так сказать, нагревался, самовозгорался, пережигал, в том числе и породу, там в угле много серы было у нас, и вот такой вот запах сернистого ангидрида, к сожалению, для Донецка это характерное явление. Но сам Донецк на меня произвел, конечно, очень хорошее впечатление, потому что это был очень ухоженный город. Первая линия, его так называемая первая линия, вообще он громадный город, там, протяженность его порядка 60 километров. — Ничего себе! — От одного конца до другого, да, от Петровского района, например, до Привокзального, или до аэропорта, это примерно 60 километров. Так что это город достаточно протяженный, и он, в общем-то, строился не по единому плану, а шахта, вторая шахта, третья шахта, поселок при шахте, вот так прирастала. Приступив к работе, я понял, что я попал в очень сложный коллектив, значит, в очень сложный. Это был первый мой опыт, когда я столкнулся с интригами различными. Второй момент такой вот, который какой-то наложил отпечаток на, скажем, мои дни, будни, это был тот, что, вот я тогда еще заметил, что партийные органы не очень-то любили, местные партийные органы не очень-то любили, когда к ним присылали руководителей откуда-то из других мест. — Со стороны. — Со стороны, да. Я даже помню, присутствовал один, так сказать, высокий начальник из Киева, из ЦК, при встрече с секретарем обкома партии, так вот сказал ему, а что же вы назначали на такую-то должность? Хлопца не могли найти. Вот. То есть вот еще тогда было вот такое вот... — Хлопца, то есть украинца, условно говоря? — Ну да, да. Понимаете, да. Уже тогда были вот такие вот моменты, которые резали для меня, например, слух. — А вам тогда было 37 лет, то есть для руководителя такого уровня это, в общем, пацан еще, мальчишка, да? — Ну да, в принципе. Ну я уже был кандидатом в науку, в общем-то, опыт за мной стоял. — А это вот учреждение, которое возглавили, институт, он довольно крупный был? Сколько там работников было? — Ну где-то за 550 человек он имел свой инженерный центр, большое количество лабораторий. И самое-то главное, что когда вот я вник в ту основную проблему, которой, значит, занимались, значит, там научные работники, это проблема была подработка территории, то есть вот город, под ним, значит, на глубине там 700-800 метров добывается уголь, уголь, так сказать, идет на поверхность, а почва проседает, проседают дома, коммуникации, там и так далее, и так далее, да? — Создается угроза обрушения. — Создается, естественно, угроза обрушения. Вот одна из задач института, которая, в общем-то, и тормозила работу угольной промышленности, угольная промышленность, шахта не могла работать, пока не будут разработаны рекомендации, позволяющие добывать уголь из-под застроенных территорий. Ну, надо сказать, что под самым центром Донецка, под театром, под зданием обкома партии работали шахты. — Ничего себе! — Да, оставались, под заводами работали шахты. Естественно, оставались целяки, но вот был ряд таких вот моментов, достаточно неприятных, которые, благодаря которым, точнее, у меня были, так сказать, и определенные стычки с руководством области и города. Вот мне вспоминается такая история, как, например, утром прихожу на работу, в 8 часов утра звонок с вами будет разговаривать первый секретарь обкома партии Миронов Васильевич. А это вот сейчас уже мало кому, что эта фамилия говорит, но это крупнейший, вообще говоря, государственный деятель. — Легендарный человек. — Да, легендарный человек, руководитель крупнейшей, так сказать, области промышленной. — Он же там был председателем горисполкома. — Ну, он там прошел, да, целый ряд ступеней. Но вот в мое время он был первым секретарем обкома партии. И вот, значит, ни здравствуй, ни прощай, как обычно у них это было принято, вот таких вот руководителей. Он говорит, что ты в курсе дела, что вот, так сказать, рухнул мост, который соединяет там проспекты Веча с Калининским районом, там через Кальмиус. Это вот мост, который, так сказать, соединяет две крупных части города. Троллейбусы ходят, так сказать, так далее, пешеходы, вот. Ну, я говорю, Василий Петрович, ну, во-первых, не рухнул, а неравномерно просел. Вот, неравномерно просел, и поэтому, значит, вот движение по нему закрыто. Ну, вот, тебе три дня, надо, чтобы по мосту ходили троллейбусы. Иначе, значит, будем, так сказать, разговаривать на бюро обкома партии. Подождите, а вы что, строитель? Вот, вот, удивите. Ну, дело в общем, что у нас был центр специальный, который занимался подъемом, выравниванием. Ну, во-первых, разработкой рекомендаций. Ну, я ему, конечно, постарался объяснить, что вот это вообще достаточно, это наше ноу-хау было, когда вот, например, опора моста, она вырезалась, часть ее вырезалась, подводились домкраты, они поднимали, потом вот это пространство заполнялось бетоном. Но все это технология требовала времени определенного. Ее невозможно было, значит, вот так, три дня, два дня по щелчку, чтобы там мост восстановился. Ну, он человек-то, вообще-то, в принципе, умный был, ну, просто раб, я извиняюсь, Петра Великого, вот, достаточно умный человек был, он говорит, ну, вот, хорошо, давай ты, значит, вот, надо, чтобы через три дня троллейбусы ходили. Они пошли в тот же вечер, мы положили трапы металлические. Это на сам мост, да? Ну, да, вот, он же неровный, одна опора, положим, просела там на 70 сантиметров, другая просела там на метр, третья просела там на 30 сантиметров. А, то есть там все опоры, условно говоря, пошли играть? Конечно, они пошли ходуном, и, естественно, там непонятно, какая несущая способность этого моста была. Понятно. Вот, но меня всегда вручал вот один фронтовик, был заведующий лабораторией соответствующий, Милюков такой, вот, у него была невероятная чуйка, невероятное чутье, он без всяких расчетов приезжал и вот мог сказать, можно. То есть глазомер у него был сворочный такой, да? Ну, какое-то такое, да. Потом там лаборатория делала расчеты сложнейшие, там исследования, обследования, которые только подтверждали, вот, его такое. Он много раз выручал, потому что был тоже интересный момент, когда стадион, громадный стадион подработали, и там вот эти вот опоры, значит, немножко просели, и, так сказать, ну, нужно было матч проводить. Опоры, трибуны имеется в виду? Да, трибуны, трибуны, опирающиеся на опоры, там, отошли немножко в сторону, вот. Вот, ну, делать рискованное, значит, там, 50-тысячник, по-моему, или 60-тысячник, то есть тут же, это не просто так, не шутейное дело, да, нужно было. Ну, и вот он тоже, мы с ним приехали, он говорит, можно проводить матч, я гарантирую, вот. Ну, это я так вот в смешном плане говорю, но мне-то было вообще-то не до смеха, в каждом таком случае, значит, за нашим решением стояли, вообще-то, человеческие жизни, судьбы. Вот, ну, короче, работа была интересная, я так погрузился, значит, в эту работу вплотную, для меня совершенно новую. Что мне этот опыт дал? Мы предприняли первый раз, наверное, там, на территории Советского Союза попытку сделать такую, ну, интересную организацию труда в науке. Как раньше она была? Существовала, так сказать, система ставок, которая еще Сталина была когда-то утверждена в 1953 году, там, значит, институт первой категории, вторая категория, там, зафлап такой-то, зафлап такой-то, старший научный сотрудник и так далее, все там 10, 15, 20 рублей больше, 40, 50. Я думал, что нам надо выйти вот из этой системы и сделать возможность, чтобы у людей появилась заинтересованность. Стимул. Стимулы какие-то, да. Мне было ясно, конечно, я в науке долгое время работал уже к тому моменту, я понимал, что вот есть люди, которым плоти, не плоти, не наукой будут заниматься. Вот эта категория людей, для которых материальные стимулы абсолютно никакого значения не имеют. Вот они одержимы наукой. И именно на них наука и держится, по большому счету. Потому что все остальное — это обслуга, это помощники, так сказать, и так далее. Но ведь велика роль и помощников. И они должны быть заинтересованы материально. Поэтому я не думал вовсе стимулировать, так сказать, ну, скажем, тех, кто идеями обладал, идеи двигал. Их, я подчеркиваю и повторяю, стимулирование и стимулирование будут работать. Причем работать по два часов в сутки. Это захваченное от своей идеи. Но надо же и коллектив вокруг него заинтересовать. А это уже другого рода люди. И вот я впервые, наверное, добился разрешения министерства, по которому мы могли в пределах фонда заработные платы, в общем-то, устанавливать серьезную дифференциацию. Вот эти вот мои, значит, какие-то, так сказать, инициативы, видимо, обратили внимание каких-то товарищей, которые в этот момент готовили известные совещания ЦК КПСС по вопросам развития советской науки, если вы помните. Вот 85-86, оно так и не было проведено, кстати сказать. Но года два, вот интенсивно, я там в составе какой-то рабочей группы, сейчас не помню, точно работал, готовились материалы, как все-таки сделать рывок в науке. Вот. Считалось, что там темпы нашей, так сказать, советской науки стали замедляться, и нужно было найти какие-то определенные... Механизмы. Механизмы, да. Но, к большому сожалению, вот я тогда впервые столкнулся с этой абсолютной демагогией, так сказать, вот той верхушки, которая, значит, скажем так, руководила тогда Советским Союзом, что все шло по накатанной, так сказать, никто особенно не вникал ни во что. Что я могу сказать о Донбассе? В Донбассе, и я уже в этом твердо убежден, сложилась определенная и такая ярко выраженная категория руководителей за многие годы, которые привыкли брать на себя, не боялись ответственности, были масштабные по своей мысли, по своим действиям, энергичные люди, да. И, в общем-то, Донбасс, наверное, это единственный в Союзе был регион, в котором был сосредоточен такой колоссальный промышленный комплекс, и научный в том числе. И вот поэтому такая фигура, как, например, Василия Петровича Миронова, как раз бы естественно смотрелась как руководителя вот такого громадного региона. Второй момент, на который я тогда уже будучи руководителем обратил внимание, это то, что в Советском Союзе реализовывалась достаточно интересная схема управления. Это территориальная схема управления, да, в которую воплощали ЦК, обкомы, горкомы, райкомы, партийные руководители, да. Ну и под ними все советские органы, городсполкомы, обовосполкомы и так далее. Они под ними все-таки были, да. И отраслевая или ведомственная система управления. То есть министерская. Да, министерство, которое имели по всему Союзу свои, так сказать, вертикали. И вот это, так сказать, объединение или переплетение, вообще говоря, оно позволяло решать ведомству территориальные задачи, а территории позволяло решать вопросы развития какой-то отрасли, которые были нужны. Если вы помните, Хрущев попытался поломать вот эту вот систему, создав систему Совнархозов. Совнархозов, да, в 1957 году. Да, но он много дров наломал, там он разделил промышленные создавал обкомы партии, сельские обкомы партии, помните? Да, в 1962, да. Ну, он вообще, не случайно же его снимали за волонтаризм, потому что все эти инновации, они, кстати, вот многие историки считают, что вот последней каплей, почему возник заговор против Хрущева, как раз и было разделение обкомов на сельские и промышленные. Потому что ломать устоявшуюся структуру. То, что касается Совнархозов, вот у меня все это больше зреет мысль, она все-таки, эта идея носила не столько экономический характер, сколько политический. Ему надо было уничтожить совет министров того сталинского образца, потому что в составе президиума ЦК из 11 членов, 7 были именно в правительстве. Да, заместители председателя. Да, да, да. Вот, но что, почему я вот сейчас, значит, об этом моменте вспомнил? Вспомнил потому, что вот тот идеологический каркас, который представляла из себя коммунистическая партия в то время, да, он практически полностью трансформировался в хозяйственный, в деологизированный орган. И мы начали терять вот эту идеологическую направленность. Хотя, конечно, в каждом обкоме было делать диалоги, в каждом обкоме было делать, но он был всегда формально и второстепенно. А на первом месте был промышленный отдел обком партии, там, какой-нибудь строительный отдел, сельхозяйственный отдел и так далее. То есть партия, взяв на себя функции хозяйства, да, отошла практически от идеологии. И это во многом способствовало деологизации вот нашего общества. Мы подошли, скажем, вот в 85-89-90-е годы практически вот такой аморальный, будем говорить, реально аморальный. Я, откровенно говоря, никогда не горел желанием вступать даже в партию, потому что у меня вот такое было отношение, я видел этих партийных чинушек, и большого желания у меня вступать не было. И вступила только потому, что мой руководитель, когда ему надо было резерв записывать на зама, он говорит, ну слушай, ты же беспартийный, как это ты можешь? Собственно, я заставил меня вступить. Но вот в момент, когда Союз начал разваливаться, и вот начал Горбачев там свои проводить такие реформы, демократизация партии, вот тогда я как-то стал интересоваться этими делами. И вот уже на выборах, скажем, на съезд, последний съезд, 18-й, да, по-моему? Нет, нет, 28-й съезд. 28-й съезд, да, 28-й съезд. Это в 90-м году? В 90-м году. Уже были альтернативные выборы делегатов. Да, да, причем по платформам. По платформам. Партийская платформа, демократическая платформа. И я выиграл первого сестра моего жарьковой партии. А, вот так, да? Да, то он не попал на съезд, а я попал. Ну, сам съезд дал мне возможность познакомиться с такими людьми, как Ельцин, Горбачев, Шеварнадзе, Назарбаев, многие другие, Яковлев. О ком-то у меня сложилось нормально, хорошее впечатление, а вот о ком-то, конечно, сложилось крайне негативное впечатление. А вы во время съезда общались с ними, да? Да, я входил в состав комиссии по выработке устава партии. А. И у меня до сих пор сохранилась интересная фотография. Значит, ну, наша донецкая делегация была большая. Вообще делегация Украины где-то была, наверное, человек 700 или вот так вот. А донецкая была около 60 или там где-то около 70. То есть десятая часть. Да, была такая серьезная. Да, 26 областей на Украине, да? Да, плюс город. А десятая часть, то есть понятно, да? То есть там была мощная партийная организация? Мощная партийная организация. К сожалению, Василий Петрович Миронов умер уже к тому времени. Да, да, в 88-м году от рака, по-моему, умер. Да, от рака легких. Вот. И был на его месте его однофамилец Миронов Евгений. Вот. Ну, там бледное, так сказать, подобие, абсолютно такой бесхарактерный человек. И как раз он на его время пришелся и распад, и, так сказать, и развал и так далее. И когда Горбачев стал протаскивать на съезде решение об избрании его съездом, не пленумом ЦК, а съездом генеральным секретарем, а мы были все недовольны Горбачевым, то мы решили, так сказать, ну, как бы выступить против. Нам слова не давали. Руководитель делегации у нас был Кравчук, он боялся всего. И, так сказать, вы там... Кравчук это президент, первый президент Украины. Он тогда не президентом. Но он был, да, он был второй секретарь ЦК, по-моему. Второй секретарь ЦК, да. Значит, а там у нас и Вашка была, Вашка что-то, я сейчас забыл, то ли болел, то ли... Ну, в общем, короче, Кравчук руководил там организационными всеми делами. Он всего боялся, и он сказал, ну, вы только давайте не шумите. Мы подаем заявку в президиум на выступление. Тишина. И вот тогда мы после перерыва подходим к микрофону, встаем, 60 человек встает в коридоре. Ничего себе. Вернее, в проходе. Вот. Значит, у меня даже фотография-то есть. Есть, вот, тянем руки, значит, Горбачеву деваться некуда. И он нам дает слов, на котором мы четко говорим, что он против того, чтобы, значит, генеральный секретарь, да, избирался съезда. Мы понимали, что съезд раз в пять лет, и он становится, так сказать, над ЦК. А Горбачев просто хотел тем самым, условно говоря, уйти от варианта с Горучевым, которого снимали как раз на пленуме ЦК. Да. Потому что такая угроза витала уже вообще. Витала, конечно, вот. Ну, в общем-то, на съезде он проходил, по-моему, две недели. Интриг было достаточно много. И обрабатывали делегатов тоже много. И вот среди делегатов были, так сказать, разговоры очень такие интенсивные, что вот надо бы кого-то другого найти. То есть на место генерального секретаря. На место генерального секретаря, да. Вот, ну, никак, вот, ну, значит, там был Егор, его второй секретарь. Легачев. Легачев, да. Егор Кузьмич, да. Егор Кузьмич, да. Ну, вроде Легачев не подходит. Горбачев. По возрасту, наверное. Да, Горбачев тоже не подходит. Какого-то помоложе. Ну, кого? Ну, вот Назарбаев, смотри, как в Казахстане, какой молодец, и так далее. И вот, что там помешало, трудно сказать. Но симпатии многих, и наших, например, украинских делегатов там склонялись в его пользу. То есть пользу Назарбаева. Пользу Назарбаева, да. Молодой, энергичный, толковый. Да, ну вот, прошел съезд, и после съезда у нас была областная партийная конференция. Я прошу прощения, мы сейчас вернемся к этой областной партконференции. Где-то я читал или слушал ваше интервью, и вы говорили, что именно в кулуарах этого съезда у вас, по-моему, состоялась и встреча с академиком Шаталином, да? Да. Вот если можно, чуть-чуть поподробнее о ней, потому что именно Шаталин тогда во многом определял экономический курс как советник Горбачева. Это у меня личный интерес. Я после окончания университета, вот период самых таких острых процессов разрушения советской экономики и строительства так называемой буржуазной или квази-буржуазной экономики, работал со Станиславом Сергеевичем в его фонде «Реформа», был знаком с ним. И вот какие впечатления у вас остались от этого человека, и насколько он вообще реально понимал экономику, что он вообще предлагал реформировать? Или это все-таки были сугубо такие академические представления о экономике, которые были далеки от реалий? Ну, я скажу достаточно откровенно, у меня было два таких этапа. Первый этап, я видел его по телевизору выступление, и у меня был к нему, конечно, большой интерес. Вот, такие выступления необычные, интересные. Яркие такие. Такие яркие, образные. У меня был большой интерес. Я видел, как вот на съезде, где он появлялся в кулуарах, его сразу, значит, облепляли делегаты съезда, и, значит, он что-то им рассказывал. И вот я в один из таких вот моментов обратил внимание, что вот он сидит там на диване, вокруг него там человек, наверное, на 40 или 50 делегатов съезда, тоже подключился, подошел, и вот слышу, вот он рассказывает, вот наше самое главное дело, это чтобы у нас была частная собственность на средства производства. Вот, например, вы хотите машину купить? Вот, живули, хотите купить? Да, хочу. А не можете купить, очереди надо стоять. А почему? Потому что он производит все 500 тысяч автомобилей в год. А если бы он был частным, он бы производил 5 миллионов. И тогда вам всем, да, и вот эти люди, ну, состав делегатов разный. Ну, да, да. Вот, и вот эти люди там в ладоши хлопают. А я говорю ему, Станислав Сергеевич, ну, ведь понимаете, что, вот частный он или государственный, чтобы он выпускал 5 миллионов, надо 10 технологических линий построить, 10 таких заводов. Вот это вы понимаете же, да? Вы что им не рассказываете? Вы не рассказываете. Один завод хоть там ставь кого угодно. Ну, он будет производить не 500, там, а 600 тысяч. Ну, 700 тысяч. Ну, 5 миллионов никак не произведено. Ну, да, в 10 раз это немыслимо, да? Он говорит, а вот вы, значит, останьтесь, я вам потом специально расскажу. Ну, и когда сели мы с ним на диван, он говорит, вы видите, вот как их убедить, что надо сломать эту чертову экономику? А-а-а. Вот, как их убедить? И вот в разговоре с ним мне стало настолько неприятно, вот это уж, да? Вот ты же знаешь. Что ты врешь. Что ты врешь. И ты врешь. Причем, где ты врешь? На самом высоком, тогда съезд КПСС, это был, так сказать, форум, высший форум. Форум высшего государства. И ты вот врешь вот этим людям, понимаешь? Они-то не разбираются, они тебе верят, ты же академик. Не просто академик, ты главный советник, президент. Второе, конечно, когда мы с ним стали разговаривать о вот этой программе «500 дней», она тогда уже к тому времени появилась, Шаталин, Явлинский, там кто-то еще, где за 500 дней нужно было трансформировать экономику, эту махину вот эту, да, в эту вот, так сказать, какую-то непонятную рыночную, колхозы распустить и так далее. Я убедился, что он реальной экономики не знает, не знает. То есть это кабинетный ученый? Да, это человек, который умный, безусловно, вот, интересный, так сказать, который хорошо поставит речь. По-моему, он тогда уже болел, что-то у него с легким было. У него, да, у него одно легкое было вырезано, да. Да, и он мне сказал так, вот, говорит, я вот хочу еще при жизни увидеть, как это все развалится. Ну, тогда у меня было все абсолютно уже ясно и понятно, что это был абсолютно сторонник Яковлева, вот, всех вот этих вот людей, которые работали на разрушение Советского Союза. А когда я, кстати, с ним познакомился, это уже был 92-й год, и потом пошел работать в фонд реформы, но у меня выхода не было, тогда надо было зарабатывать деньги, я работал где только можно, на трех и на четырех работах. Он-то был категорически противник гайдаровских реформ, и более того, он входил в состав коллегии Министерства экономики, и там возглавлял вот так называемую фронду, руководителю министерства, и активно выступал против гайдаровской вот этой шоковой терапии. Но вот я тогда и думал, я говорю, слушайте, ну вот человек вроде, потому что не мы, не я, вот, условно говоря, вчерашний студент, а человек, который вроде бы академик, да, занимал такие видные посты, он был зам директора академического института. Да, института экономики, да. Да, да, да. И, в общем-то, непонимание того, что с собой сулили все эти реформы, да, или псевдореформы, на самом деле, которые разрушали одну систему, это же речь шла не о разрушении экономики, это шла речь о разрушении вообще системы, общественных отношений. Ну, конечно, конечно, а за экономику шли социальные отношения, прежде всего. Ну, конечно, конечно. То есть это было, так сказать, сознательное, заведомо движение на разруху, которое с тобой случилось. Угу. Вот. Ну вот возвращаясь к конференции уже в самом Донецке, после возвращения вашего из Москвы. Да, ну вот, значит, каким-то образом, скажем так, моя какая-то активность, я-то не пробивался никуда, мне хватало своих занятий, привело к тому, что целый ряд секретарей порткомов шахт, угольных шахт, ну, которым я был или знаком там, или они меня знали, на самой конференции вдруг неожиданно предложили мне, значит, мы тебя выдвигаем. В альтернативу секретарю обкома, вот тому же самому Миронову Евгению Васильевичу, потом Симоненко был, еще одним из кандидатов. Петр, который потом. Петр, да, потом был. Еще там один из Селидова, первый секретарь Селидовского райкома, он умер потом. Короче, четыре кандидата выдвигались, ой, ребят, слушайте, ну это ж просто несерьезно. Вот как это так с бухты-барахты, да, на областной партийной конференции, вот. Вот, ну вот, понимаешь, вот мы, шахтеры, будем голосовать за тебя. В перерыве меня пригласили к Ивашко Владимиру Антоновичу, да, он приехал, он был первый секретарь ЦК Украины. И вот он мне сказал, что я вам не рекомендую, вы снимите свою кандидатуру. Если бы он это мне не сказал, я бы свою кандидатуру снял. А это был разговор в Киеве или в Донецке? Нет, это был в Донецке. А, в Донецке, то есть он приезжал, а он до этого, по-моему, был секретарь Харьковского обкома, да? Он был до этого первый секретарь Харьковского обкома, но в тот период времени, о котором мы рассказывали, он был первый секретарь ЦК, потом он ушел к Горбачеву. Горбачев замом генерального. С заместителем, да, генерального. Вот мы с ним беседы практически один на один, кто-то там сидел еще на диване, а сейчас уже не помню, какой-то помощник его. И он мне там начал, сначала расспрашивал, там, туда-сюда, так сказать, а потом вот так вот говорит, вот, вот, я вам не рекомендую, вы снимите свою кандидатуру. И вот что-то во мне заиграло. Лишь чувство протеста? Перестройка. Я бы снял ее, потому что я понимал, что, ну, до 2000 делегатов, если там за меня там 200 человек шахтеров проголосуются, но я не пройду, но это будет такой вот ущерб для моего. Тем более, что когда я вышел, меня окружили эти секретари и говорят, ну, ты что, значит, стой на своем, пошел он куда подальше, ну, по-шахтерски так круто. Вот. Но, тем не менее, это был достаточно интересный опыт. Вот, потом последовали вот эти трагические события, связанные с тем, что распалась страна, вот, и она не просто распалась, она, скажем, ну, можно же было руководителям подготовить цивилизованный развод республик, да, развод их хозяйств больших, социальных сфер нет, разорвали. И, если вы помните, 91-92 год, наши пенсионеры сразу рухнули. Первые, кто пострадал больше всего, это были пенсионеры. Вот, потому что, скажем так, если 132 рубля пенсия, там, советского пенсионера позволяла и лекарства покупать... У меня у матери была такая пенсия. Да, и, значит, и моей мамой была такая же пенсия, точно. Позволяла жить, в общем-то, безбедно, еще помогать своим детям. Да. Вот. Отдыхать, покупать вещи какие-то, откладывать деньги, там, так называемые гробовые. После вот этого обвала, конечно, ну, это вот та категория людей, которые стали очень быстро уходить из жизни, и такое даже впечатление создавало, что это специально затеяно, что вот это старшее поколение... А геннаджет какой-то такой, да. Какой-то такой, да. Вот. И вот все те меры, которые вот стало особенно украинское руководство принимать, скажем, выход из рублевой зоны, там, предположим, разрыв, там, хозяйственных отношений с Россией, да. Ну, и потом все эти склоки, скандалы на пустом месте, они привели, ну, к тотальному обвалу. К 95-му году он потерял 65% волнодного продукта. Республика. Республика. Вот если сравнивать, во время Великой Отечественной войны, когда она была практически полностью разрушена, мы потеряли 45%. Ну, масштабы не те, структура не та, поэтому сравнение и совсем... Корректно. Корректно, но тем не менее, мы потеряли 65%. Потеряли только из-за того, что не хотели думать и не хотели думать о людях. Потрясающе. И до сих пор мы еще не вышли... На показатели. 28 лет будет в этом году, да, в 19-м. Мы не вышли на показатели 90-го года. До сих пор. Вот мое достижение было 12-го года. Мы вышли, по-моему, там 72 или 74%... От 90-го года. От 90-го года. Сейчас опять обвалились, где-то там на уровень 50 примерно процентов. А ведь Украина, это действительно была одна из самых развитых республик в составе СССР. Промышленный потенциал Украины, он, по-моему, даже превышал французский потенциал, да? Ну, за Францию не говорю, я не буду срауден, но польский точно превышал. Это однозначно. Вот. Польский точно превышал, она была самая богатая, с точки зрения даже богополучия людей. Вот если вы помните, советские пенсионеры предпочитали, особенно военные, предпочитали, когда выйдет на пенсию... Селиться на Украину, да. Селиться на Украину, да. Хороший мягкий климат. Мягкий климат. Земля. Благодатная земля там и так далее, и так далее. И народ прекрасный. И, в общем-то, так вот угробить эту богатую страну за буквально вот там 10 лет. Причем, что интересно, что реформы-то ведь все эти... Вот я недавно в одном интервью сказал, что вот, предположим, мы 27 лет работали с Международным валютным фондом. Мы его тупо выполняли, все рекомендации Международного валютного фонда. Вот я эти рекомендации и беседовал с ними, и слышал, и читал много лет подряд. Все они должны были привести к тому, что наша экономика вдруг станет суперсовременной, что люди станут чрезвычайно зажиточными. Ну вот сейчас пора время спросить. Ребята, 27 лет. Вы что, у вас что, моих возгов не хватает? Я к своему удовлетворению могу сказать, что я в 2010 году последний раз подписал бумагу, меморандум с МВФ. Ни в 2011, ни в 2012, ни в 2013 я ее не подписывал. Я с ними продолжал разговоры, переговоры, но мне ни их кредиты были не нужны. Да, и рекомендации. И рекомендации тем более. Я прекрасно к этому моменту уже знал, что надо делать, как это делать. И знал, что толку, так сказать, вот этих рекомендаций никаких нет. Вот такой вот был период интересный. Я скажу, что с 90 по 94 год для Донбасса он, конечно, очень серьезно отразился, потому что значительная часть предприятий была вообще союзного подчинения. Вот у нас был такой прекрасный завод Точмаш, например. Это знаменитый завод, значит, у директора завода генерального, трубка прямой связи была с генеральным секретарем, еще со Сталином, с вами. Это оборонный завод, ну вот он лег полностью. Это, так сказать, очень высокотехнологические производства были. Да, но там вообще на Донбассе ведь, с одной стороны, там сплав людей, да, со всего Союза. Да. А с другой стороны, там ведь какой был потрясающий интеллектуальный уровень людей, которые туда приезжали со всего Союза. Да и в самом Донбассе тот же вот Донецкий университет, в котором вы работали, преподавали, это же тоже была мощная кузница профессиональных кадров, да? Ну вот я скажу, что только в системе угольной промышленности работало 18 крупных научно-исследовательских и опытно-конструкторских предприятий. Ведь смотрите, наши шахты по уровню своей механизации, автоматизации были лучшими в мире. Это я не преувеличиваю. Ничего себе. Вот, вот тогда работали еще шахты в Германии, например, да, во Франции работали. В Британии. В Британии работали, сейчас они позакрывали. А тогда они работали. Так вот, наши комплексы, которые были разработаны, наши проходческие комбайны, наши системы автоматизации, системы управления позволяли нам добиваться наилучших показателей. Ну, Донбасс производил 160-180 миллионов тонн угля. Сложнейших условиях, что условия добычи угля в Донбассе, это были в Союзе одних самых сложных. Причем там уголь высокого качества, металлургии, который шел. Коксующиеся угли на крутом падении, в взрывоопасных условиях. Это непростое дело было добывать уголь в Донбассе. И именно это-то и обслуживала наука. Она обеспечивала безопасную, высокопроизводительную работу. У нас шахты добывали по 4-5 тысяч тонн угля в сутки. Сейчас вот кому скажешь, удивляются. Причем у нас же пласты не 2 метра мощности, не 3 метра, а у нас пласты метр сорок, метр шестьдесят. Вот в таких условиях удавалось вот такой вот добыче. Это все непросто. Вот это целая категория людей, которые вот такой закалки шахтерской, каждый день в глаза, так сказать, опасности смотрят. Поэтому когда мне вот сейчас рассказывают, что там какие-то найманцы, там, ну, наше украинское телевидение, там рассказывают, что вот там какие-то буряты, какие-то там найманцы. Да не буряты и не найманцы, а те люди, которые смерть видели каждый день в глаза. И поэтому для них оборонять свой край – это святое дело. Николай Янович, к сожалению, наше время подошло к концу. Я, может быть, последний вопрос вам задам, чтобы завершить как бы эту беседу. Вот вы уже упоминали ими Василия Петровича Миронова и других, ваших уже, можно сказать, земляков по Донбассу. А вот кого вы могли еще выделить вот среди тех людей, с которыми вам пришлось работать? Может быть, это какой-то выдающийся деятель советско-украинской культуры, потому что там же в Донецке был прекрасный оперный театр, театр оперы и балета. Театр оперы и балета, да. Может быть, это кто-то из сферы науки, может быть, это из сферы государственного управления и так далее. Ну, смотрите, великолепный певец Юрий Гуляев, покойный, народный артист Советского Союза. Да, замечательно. Это наш донецкий солист Донецкого театра оперы и балета, да. Вот. Ну, Спицын Евгений Кузьмич, нельзя его, так сказать, не вспомнить. Это мэр многолетний. Донецка. Донецка, да. Ну, множество людей я не хотел бы даже обижать, потому что меня знают и кого-то там, кого-то, значит, не назвать. Громадное количество людей, кстати сказать, со многими поддерживают до сих пор связь. Вот. К сожалению, Донецк разделился, часть уехала в Киев, ну, часть вообще уехала и в Россию, так сказать. Все-таки прифронтовая полоса есть прифронтовая полоса, поэтому я никого не осуждаю, даже тех, кто там был вынужден уехать, всех в семьи там и так далее. Но вместе с тем, я, конечно, за этот край глубоко переживаю, вот. Я представляю, как там сейчас тяжело. И моя надежда и мечта на то, что вот когда-то, ну, в ближайшее время этот вопрос должен быть урегулирован и конфликт должен остановиться. Конечно. Я думаю, что все здравые люди об этом и мечтают. Ну, вы знаете, Николай Янович, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Мы обязательно продолжим наши встречи. А сегодня, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Всех вам благ, всего вам доброго. До свидания, до новых встреч.